Привет, 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 песеры, с вами Морж. Ну что ж, поздравляю всех, наконец-то дождались. Ефутбол 2025 уже врывается, ну пока что, на ПК-версию. На ПК-версии запустили почему-то всё гораздо раньше, поэтому давайте заходим, смотрим. Всё равно здесь всё то же самое, что у нас и на мобилочке, поэтому будем смотреть, будем смотреть, что нам предлагают. На что нам предлагают тратить своё время, деньги, нервы, ну и всё остальное. Ивенты, паки, режимы, чё там с двумя бустами. Короче, сейчас посмотрим это всё дело. Если ты хочешь, конечно же, знать немножечко больше, то ссылка на мой Телеграм в описании и закреплённом комментарии. Там же моя личка в Телеграме, если тебе нужно задонатить на мобилочку с российских карт. Там же ссылочка на чат, где больше 4000 человек, и ты можешь пообщаться на песовские темы, песерные темы, песюковые, ну и так далее. Зависит всё это, конечно, от качества нашей игры. Итак, предлагают нам сразу посмотреть трейлер, смотреть мы его не будем, я его опубликовал у себя уже в Телеграме, поэтому те, кто хотел, те посмотрели. Получаем мы, как я понимаю, вот это добавление бустера. То есть один хотя бы бустер у нас сейчас будет. Кому-нибудь добавим, кому-нибудь добавим, если у меня будет игрок, которому можно добавить. Дают нам Левандовского в начальной кампании, дают нам Сане в начальной кампании. Кстати, вот им, по-моему, можно добавить бустеры, поэтому посмотрим, посмотрим. Добавлена пробная версия функции управления «Умная помощь». Тут, как я понимаю, то, что вчера обсуждалось, так, в качестве эксперимента, бла-бла-бла. Например, они будут выбирать силу удара или направление дриблинга в зависимости от ситуации. То есть искусственный интеллект тебе в определенных ситуациях будет помогать. Ну, игра всё больше начинает играть сама в себя, я так скажу. Вот, но доступно это будет не во всех режимах. Доступно оно будет все соревнования против ИИ. Соревнования КОП-ПВП, быстрая игра, товарищеский матч, моя лига, неофициальный матч, тренировка и повышение навыков. А что это за режим повышения навыков? Что-то новое, наверное. Ну, посмотрим, посмотрим. Так, пересмотры условий использования важен. Просто написали «важен», что условия изменены, но что там изменилось, не написали, но очень важен. Также изменены условия использования в виртуальной валюте. Это тоже очень важен, на этом на сайте надо будет почитать. Я надеюсь, они хотя бы цены не поменяли, потому что, блин, оно всё время дорожает, дорожает, дорожает. И как бы радости это немножко не приносит. Что ж, начнём, как обычно. Я, по крайней мере, когда захожу в ПЕС, я начинаю с Круга Почёта. То есть надо забить пенальти, тем более у нас здесь, как я понимаю, новые награды. И их мы сейчас посмотрим. Да, Круг Почёта, как вы видите, начинается абсолютно новый. То есть игроков со старого Круга Почёта получить уже будет нельзя. Жаль, если кто-то, допустим, не получил условного Костокурту. Он там прям хорош. Да, я знаю, я уже как бы играл в вашу игру. Я в курсе, как бить пенальти. Ну, Канами. Бьёшь по центру и всё нормально. Как бы забиваешь. Всё хорошо. Так, меня интересуют награды. Давай, Тапок, продвигайся по своей территории. Мне нужно, чтобы так открылись награды. Значит-то, за первый круг мы получаем Фрэнка Рибери от Фиорентины с позиции атакующего полузащитника. Я могу его карточку посмотреть? Да, я могу даже его карточку посмотреть. Значит, в возрасте 38 лет. Конечно, стабильная физическая форма с усилителем. Он у нас 83. Не знаю, конечно, какой будет максимальный рейтинг. Ефутбол Хаб пока что не обновился, ребят. Поэтому пока так. Так, гнездо для усиления у него есть. Вот, кстати, может, его загнездим. Но смотрите, у него гнездо для усилителя воздействия плюс один. Гнезда для усилителя сами по себе никак не влияют на игроков. Они активируются путём создания усилителей. Как обычно, масло масляное, вода мокрая, огонь горячо. Вот примерно так пишет Konami. То есть, если я в него вставляю любой усилитель, у него появляется усилитель воздействия плюс один. При том, что у него усилитель первый это воздействие плюс два. Или как? Или что? Или чего? Я вот это не совсем понимаю. Судя по всему, придётся разбираться. Ну, то есть, не просто так написано воздействие плюс один. То есть, вкатывая в него усилитель, он получает такой же усилитель, как у него и был, только типа в два раза хуже. Ну, плюс один, плюс два. Ладно. Навыков достаточно большое количество. Естественно, будет дохрена финтов. Рибери у нас техничный парень. Ну, на халяву и уксус сладкий. Я не знаю, насколько он будет лучше Неймара, которого нам давали в первом круге почёта, да, в прошлом году. Но, тем не менее, дают. Значит, круг второй. Вот это как раз добавление буста. Случайная сделка Daily Game Box. Вот как раз здесь мы и посмотрим всех игроков, которых можно получить. Значит, кроме ребери, здесь можно получить Бэкхэма от Лос-Анджелес Гэлакси в возрасте 36 лет. Нужен он вам, не нужен. Сами понимаете. Стабильная физформа. А-а-а-а, ага, смотри. Я понял, что такое воздействие. Я понял. То есть, смотрите, первый усилитель будет давать плюс два ко всем параметрам, да, ну, вот, которые прописаны в усилителе. А второй усилитель, какой бы он ни был, пассы, удары и так далее, будет давать плюс один ко всем параметрам, которые прописаны в усилителе. То есть, если первый усилитель у нас дает плюс восемь статов, да, два на пасс низом, на пасс навесом, на подкрутку, на силу удара, то второй будет давать плюс четыре стата всего. Ну, не знаю, насколько это усилит игрока. При том, что, наверное, ну, я, по-моему, считал как-то, что сумма всех статов игрока около двух тысяч. Ну, типа, две тысячи или две тысячи четыре. Ну, сами понимаете, да, разницу, наверное. Ее практически нет. По навыкам. Да хорошо все, у Бекхэма по навыкам. Ну, конечно, без штатного пенальтиста и без способности капитана нам не обойтись. Ладно, Бекс Тотеке. Тотеке. Облак хорошо. Салах без волос. Палмер, допустим. Карвахар хорошо. Ну, и, конечно, Тони Адамс. Честно, они даже фотографию, блин, прям нужную выбрали. Вот, вот, действительно, прям нужную фотографию, потому что те, кто знает, тот знает, кто не знает. Эй, это великий капитан самой пьяной защиты арсенала. Да, я думал, на самом деле, он будет в паках. Будет не особо быстрый, тем не менее, 191 сантиметр. По статам он должен будет очень даже хорош. Обычная физформа, конечно, меня немножечко напрягает. Хотя при его алкоголизме странно, что тут не нестабильная. Не нестабильная. Так, бусты он будет получать на защиту и немножечко даже на скорость. Понятно, что максимального рейтинга я, к сожалению, пока что не знаю. Гнездо понятно. По навыкам 10 навыков все хорошо. Способности капитана здесь есть. Ну, он и был капитаном, в принципе. Остальное, очень много навыков для центрального защитника, поэтому, я думаю, под основной состав его можно будет заигрывать. Думаю, нормально ему должны нарисовать. Остальное, что у нас 100 монет, еще 100 монет. За 20-й круг 100 монет. И пока что 24 круга прописаны. Ну, как вы понимаете, если вы сейчас начинаете в это все дело играть, то заберете вы всех. Итого у нас Рибери, старый Бэкхэм и Адамс. В прошлом сезоне у нас кто был? Имбовый Костокурта. Вот здесь вот, возможно, будет имбовый Адамс. Неймар, который, в принципе, играбельный. Ну, наверное, Рибери здесь, в принципе, будет играбельный. И Уилшер, который не то, не сё. Вот, скорее всего, таким не том, не сём будет у нас Бэкхэм. Заберем награды. Давайте посмотрим, что нам надавали. Да, это всё прочитано. Круг почёта. Понятно, Лерой Соне, Роберт Ливандовский. Всё, в принципе, нам больше не дали ничего пока что. Пока что. Ливандовский вот такой вот красивый. Соне у нас тоже вот такой вот красивый. Так, сейчас чуть-чуть я кондиционер включу. Пусть немножечко хотя бы проветривает. Потому что, думаю, видео получится длинное. Перейдём к ивентам. Перейдём к ивентам. Потом уже посмотрим паки. Да, спасибо, спасибо. Лига Ефутбол отодивизионы. Да, соревнования нас интересуют. Вдруг тут чё-то поменялось. Так, соревнования. У нас европейские клубы, испанские клубы. И коп-режим. Коп-режим я вообще не люблю. Ладно. Откройте сведения. Снова нам по три тысячи надо будет всё время набирать. Или, возможно, вы всё-таки соревнования расширили. Вот это меня интересует. Так, участие за первое, участие за второе. Ага, здесь не надо набирать очки. Здесь, судя по всему, будет два матча, которые нужно пройти. Правильно? Выберите регион. Ну, хорошо. Допустим, Англия. Ну, добизается Нью-Кассел. Да, здесь у нас не на очки. Здесь у нас прохождение двух матчей. Вот здесь вот должно быть уже на очки. Ну что ж, снова трёшечка. Канами. Снова двойка, как на картине. Так, награды за первое участие. Награды за второе участие. Награды за третье. А тут тоже, да, судя по всему, нужно будет набирать очки. Ладно, выбираем любую команду. Неважно. Да, три матча. Три матча. То есть у нас на набор трёх тысяч очков вообще соревнования нет. Хотя это ПВП. Может, оно в ПВЕ. Но здесь же должно быть правильно. Или нет. Или Канами решила от этого отказаться. Да, вот, наконец-то здесь набор очков есть. Смотрите, кстати, за три тысячи очков 100 монет получаем против бота. А можно набрать три с половиной, четыре, пять, пять с половиной, шесть. Но, 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 но. Это соревнования Тура Стартер. То есть это типа уникальное соревнование. Здесь, конечно же, можно получить крутку на команду недели. И здесь у нас, здесь у нас, раз, два, три. Да, здесь всего три тысячи очков можно набрать. И из них ещё и 500 ебалов. Кстати, ебалы тоже сейчас надо глянуть. Вдруг чё-то хорошее ввели. Вдруг эти ебалы наконец-то начнут где-то использоваться. Моя лига. Понятно, быстро, товарищеский, неофициальный матч. Это, как я понимаю, режим, который будет работать офлайн. Вот, то есть ты можешь выбрать команду какую-нибудь. И фулг составом её покатать. Ну, допустим, Испания, где там Барса. Посмотрим на Барсиков. Играю я против Южной Америки, не знаю. Вот этой команды. Ну, меня же сначала предыстория к матчу. Или она мне сразу матч запустит? Что-то мне не нравится этот чёрный экран. Я не хотел матч запускать. Я хотел там составчик посмотреть вот это всё. Ага, она мне сразу матч по сути запускает. Ну да, тут можно параметры посмотреть. Игровой процесс, все дела. Стадион. Ладно. В общем, этот режим, как я понимаю, можно будет играть без интернета. То есть, если вы где-то у вас нет доступа, зашли и просто покатали аутентичными командами против аутентичных команд. Ладно. Добавили и хорошо. Добавили и хорошо. Дивизионы. Дивизионы. Меня интересуют награды в дивизионах, ребят. Их здесь посмотреть. По-моему, вот здесь. Так, дивизион. Дивизион. Снова программы тренировок ГП. Программы тренировок ГП. Да. Слабовато. Слабовато дивизионы нам решили, к сожалению, не исправлять. Ну ладно. Переходим к заданиям. Пропуск на матч. Цели. Повышение навыков. Пройдено 0 из 10. Играйте и учитесь. Так, основа атаки. Проходим. Получаем 3 раза по 10 тысяч опытом. Неплохо. Основы защиты. Получаем Арнольда какую-то специальную карточку. Осваиваем пассив развес 50 монет. Ладно. Дальше номиналочка. Четверка. Снова опыт. Номиналочка пятерка. Снова опыт. Снова опыт. Снова опыт. И 50 монет E-футбол. То есть, по сути, вот это вот сделали хоть какое-то обучение основам игры. Я вам давно говорил, что самого обучения нам очень сильно не хватает. Хорошо, что хотя бы вот так его сделали. Но, наверное, нужно написать, что если игрок первый раз заходит, что здравствуйте. Типа, вы первый раз попали в нашу игру. Рекомендуем пройти вам вот это. Так, пропуска на матч. Комана можно получить за 500 монет. Не обращайте внимания, что здесь 250. Я просто здесь не покупал пропуск. А первый раз скидка 50% на покупку. И лук в пакете, я бы так сказал, за 1000 золота у нас. Слушайте, ну карточка выглядит достаточно неплохо. Сама карточка красиво смотрится. Что одна, что вторая. Но насколько эти ребята будут хороши, как я понимаю, без усиливания навыка и так далее. Ну и компания. Начальная компания у нас есть. Начальная компания, судя по всему, 25-й части. Так, войдите в игру. Случайная сделка Барселона. Войдите в игру 50 монет. Дальше ГП, ГП, ГП. И достигаете цели. Случайная сделка Баварии, Мюнхен. Ну, хорошо. Хорошо, хоть что-то есть. Так, наборы, очки. К чему сначала идем? К наборам или к очкам? Я думаю, сначала мы зайдем в монеты. У меня здесь еще украинский аккаунт. И я думаю, многих будет волновать, там интересный пакет был. Блин, там был пакет 50 монет и 100 монет с эпичными игроками. И что-то я его здесь не вижу. Возможно, это будет на мобилке. Возможно, этого нет на ПК. И надо будет глянуть, что там по стоимости будет выходить. Потому что я уверен, эти пакеты многие люди захотят взять. Так, начнем с предметов. Опять тренировка, тренировка, тренировка. Ничего, к сожалению, интересного. Подглючивает еще и игра. Только, пожалуйста. Сейчас сервера не лягте. Ну, я видео записываю. Мне очень хочется показать все интересное, что нам в игре добавили. А Konami решает... Нет, все-таки загрузилось. Спасибо. Спасибо, что загрузилось. Так, формы. Формы. Тут вообще черный экран, даже загрузки нет. Судя по всему... Ага. И меня выкинуло. И меня выкинуло из игры. Так. Я вернулся. Konami решила, что меня так просто выкинуть. Но все будет не так просто. Заходим в формы. Я надеюсь, в этот раз не выкинет. Или выкинет. Да. Так, я снова вернулся. Как я понимаю, в формы лучше не заходить. Вот. Хотя мне после этого несколько раз выбивала проблема с сетевым соединением. Возможно, конечно, сервера работают еще хрен пойми как. Ладно, смотрим игроки. Смотрим игроки. Значит, леви только можно взять. Пока что за 5000 ебалов. Маловато будет. Но ладно. Ладно. Маймо. Это еще Маймо. Итак, задания мы посмотрели. Магазины мы посмотрели. Переходим к наборам. К наборам, конечно же. Предлагают нам молодого Месси. И волосатого. И Неймара. Тоже, в принципе, достаточно молодого. Остальные тренера у нас остались. Больше пока никого не добавили. Хотя были слухи, что подписаны контракты с некоторыми интересными тренерами. Тем не менее, пока что нет. Так, Месси можно купить за 1800. Кстати, вчера на скриншотах там был какой-то просто пак Месси. Типа и премиум пак Месси. У нас, как вы видите, я вижу, что там, что там по одному паку. Так, ладно. Сведения глянем. Бла-бла-бла. Доступен. Воспользуйтесь. Хорошо. По сведениям все понятно. Значит, за 1800 монет. Но вы что хотели? Раньше по 1500 паки были. А теперь инфляция. Инфляция. Мы получаем 11 игроков. Да, во главе с сотым Месси. Ну, наверное, с треем он будет 104. И плюс, если добавить ему буст, то, скорее всего, он, наверное, где-то 105 можно будет сделать. Так, смотрите. По бусту у него тоже воздействие плюс один. То есть, второй буст будет давать в два раза меньше, чем первый. Каким бы он ни был. Это запомнили, закрепили. Стабильная физическая форма. Хорошо. Слушайте. Ну, молодой Месси, 19-летний, прям будет быстрым. Прям будет очень быстрым. Я думаю, карточка будет хороша. Хороша. То есть, дрибла у него будет. Пас у него будет. Быстрым он будет. Реализация у него будет. Наверное. Наверное, пока не зарекаюсь. Плюс, наверное, еще какой-то буст надо будет добавить. Правильно? Но, возможно, это будет лучшая карточка Месси на данный момент. Хотя, предыдущая его карточка тоже крайне сочная. Навыков очень даже много. Спасибо, что нет штатного пенальтиста и способностей капитана. Это прекрасно. Это прекрасно. По остальным игрокам. Ну, давайте смотреть по максимальным рейтингам. Теоретически, да. Макалистер соточка. Дейонг соточка. Дембеле 99. Ну, я так по 4 добавляю. Альварес 98. Руиз 97. Навас 97. Акуна 97. Видаль 96. Ну, остальные такое. Атаменди 97. Ну, в принципе, в принципе. Будет топовый Месси. Будет, наверное, достаточно неплохой Макалистер. Мне кажется, он под центрального полузащитника будет качаться интереснее. Дейонг будет неплохо. Ну, в Дембеле такие карточки у нас уже были. Альварес тоже, в принципе, были. Руиз. И Руиз и ниже особое внимание у меня, по крайней мере, не вызовут. Разве что Артура Видаль, потому что мне он просто нравится как игрок. Ну, и кроме этого, мы получаем 22 тренировки по 4 тысячи опыта и, собственно, форму. Что у нас по Неймару? Что у нас по Неймару? 98 у нас тут всего лишь Неймар. То есть, теоретически, 102 от тренера. Плюс, допустим, единичка, если ему прокачать буст. Итого 103. Наверное, неплохо. С ним Маркинис. Топовая карточка. Вот, дико мне нравится в игре. Хакими. Донорума. В принципе, пойдут в основной состав. Хави Симмонс, аж 99-й здесь будет, да? Неплохо. Ну, остальные. Остальные проходничок, скорее всего. Ох, и Шарльсон, 93-й. Когда-то ты таким топом в нашей игре был. Так, что у нас по Неймару? Обычная физическая форма. Что плохо, 22 года ему здесь. Ой, умение атаковать сразу. Даже не в желтой зоне. Даже не дотянули. Плохо, плохо. Ну, как обычно. Неймар будет дико упорот в дриблу. Мне вот обычная физическая форма не нравится. Прям не нравится. По навыкам. Тоже спасибо, обошлись без штатного пенальтиста. Неймар будет послабее. Ну, в принципе, в любом случае, мне что на месте, что на Неймара нужно будет делать обзоры. Поэтому на месте он, скорее всего, будет первый. Скорее всего, он будет... Сегодня у нас четверг. Ну, скорее всего, в субботу. То есть, мне хотя бы несколько дней нужно за него поиграть. Я думаю, вы понимаете. И после этого я обязательно выпущу что на одного, что на второго. Такие у нас стартовые наборы. Ладно, задания посмотрели. Магазин посмотрели. Наборы посмотрели. Ивенты посмотрели. Давайте сначала попробуем добавить буст. Добавить буст. У меня-то игроки какие-то есть, да? Вон, Левандовский и Левандовский. Давайте Левандовскому попробуем добавить буст. Стабильная физическая форма, кстати, у Лёвы. Вот так вот. Рид 6 лет, а человек стабилен. Гнездо для усиления. Да, смотрите. Даже этим карточкам, если добавлять, даже если этот буст будет идти первым, то все равно воздействие плюс 1, а не плюс 2. Делайте ставки. Когда у нас появится гнездо с третьим, с воздействием плюс 3. Гнездо за голду с воздействием плюс 4. Ну и так далее. Поверьте. Вот я когда-то давно рассуждал, что Гонами может превратить нашу игру в MMORPG, где будет шорты, бутсы, ты одеваешь футболисту футболку, они все будут разные редкости и так далее. Я смеялся. Ну тогда, в смысле, я шутил. Но по сути, вот эти дырки, это и есть те же, блин, шорты на плюс 1. Просто не в виде шорт. Так, действие, выбор, сортировать, фильтр. Нет, не хочу. Я хочу Левандовскому добавить. Как это сделать? Сменить вид? Нет, не хочу менять вид, я ему добавить хочу. Это здесь же должно делаться? Или как? Или как? Или что? Или где? Действие, сортировать, фильтр. Нет, не хочу. Вот, хочу Левандовского, как ему добавить буст? А, вот действие с игроками. Сейчас, давайте, Левандовский, мы с тобой подействуем, чтобы ты понимал. Прогресс игроков, создание усилителя, тренировка способностей, тренировка на позиции, перенос мастерства, Пай, описание усилителя. Ладно, нам создание усилителя нужно. Итак, пора создавать усилители. Усилители можно создать двумя способами. Случайным образом и по выбору. Усилители в гнездах для усилителей можно менять сколько угодно. Ну, то есть, в принципе, как у нас с добавлением навыка. Не нравится усилитель, используешь еще один токен и, собственно, меняешь. Смотрите, причем у нас два вида токенов. Есть обычный, который мы, скорее всего, будем получать в ивентах и так далее. Есть второй. Второй, как я понимаю, мы будем получать за квик каких-нибудь эпиков. Давайте посмотрим, добавить. Выбираемый и случайный. Вот я уверен, что за квик эпиков будет просто тот, который сразу будет выбираемый. Назовем это так. Случайный? Случайный. Давайте смотреть, как это работает. Так, создан усилитель. Скоростные качества. Усилитель в гнездах для усилителей можно менять сколько угодно. Вот, я получил скоростные качества. То есть, да, плюс один параметр к скорости, ускорению, балансу и выносливости. Хорошее ли это нововведение, ребят? Ну, вам решать, вам решать. Мы 400 максимум получаем этой фигней. То есть, особо это ни на что не повлияет. Так, я вот хочу посмотреть. У меня на этом аккаунте есть хоть один, не знаю, у эпик какой-нибудь? Вилшер, класс. С удовольствием. Так, действия с игроком. Квикнуть? Отпустить. Я хочу за тебя усилитель получить. Да, ага, 8 штук мы получаем. Ни хера себе. То есть, за каждого квикнутого эпика мы получаем 8 выбираемых усилителей. Вот это уже интересно. По крайней мере, будет куда слить ненужных эпиков. Вот это уже интересно, ребят. Я думал, будет один, максимум один. А тут аж 8 штук. То есть, по сути, за каждого квикнутого эпика мы получаем 800 токенов, которых сейчас нам в ивенте дают 8 за неделю. Ну, такое, такое, такое. Хорошо, с усилителем разобрались. Что у нас еще нового-то? Вроде здесь мы посмотрели все. Давайте перейдем к пакам, чего у нас здесь сегодня предложили. Так, мандаты обычных игроков. Ладно. Главное, тренером. Что у нас по тренерам? Может, что-то поменялось? Ну, самый дорогой Гвардиола. Дальше у нас этот, как его? Симеоны. Симон Энзагин у нас на третьем месте по дороговизне. Остальные что-то вообще, что-то вообще. Остатую там никому не решили поменять. Ну, точно так же, контратака 85. Я думаю, в скором времени появятся тренера. Сейчас у нас какие? 88-е максимальные, да, за голду. Что-то мне кажется, что скоро появятся там условные 89-е, 90-е и так далее. Так, Welcome to your football. Бесплатный пак нам дают. Здесь у нас 10 игроков. Получают его все. Значит, мы получаем карточку Месси. Вот такую шоу-таймовскую. Ну, естественно, сами понимаете. Бесплатный шоу-тайм это не то же самое, что покупаемый шоу-тайм. Тем не менее... Чувак, у тебя есть Месси? Нет, у тебя Месси, на тебе Месси. Если у тебя есть 100 Месси, все равно на тебе Месси. На халяву и уксус сладкий, тем более для новых игроков. Это действительно введение в нашу игру. Что первый игрок, которого ты получаешь, это, блядь, Месси. Ну, как-то так, как-то так. Остальные игроки обычные могли бы в этот пак и, ну, хоть какие-то усиленные карточки запихнуть. Причем усиленные можно запихивать, в принципе, с тем же рейтингом, с которым у нас и обычные карточки. Ну, ладно, 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 ладно. Ну, здесь все красиво. Кстати, по-моему, графончик стал поинтересней на вот этих открытиях. Или я просто к мобилке привык. Сейчас на ПК то же самое смотрю и такой думать, блин, а что-то красиво выглядит. Ну, да ладно. Такс. Дальше у нас команда недели. И, конечно же, вот это вот для людей важно. То есть мы квикали игроков, чтобы получить контракты. Контракт у нас вырезались. И за них дали бесплатные крутки вот этих ребят. Честно вам скажу, на мобилке я заберу всех. У меня там даже больше, чем на 100 круток этого всего будет. Что у нас здесь интересного, ребят? Во-первых, Нистулрой. Крутейшая карточка. В принципе, вполне дичайшее умение атаковать. Реализация головой играет. Все классно. Давидс. Мета. Вообще мета. Симон. Класснейший стоит. Борезин. Очень неплохо. Очень-очень неплохо. Диксон. Очень неплохо. Ван Бюйтен. В принципе, метой можно считать. Из того, что есть. Непонятно, что сейчас будут выходить новые карточки. А эти будут уходить в закат, так сказать. Плюс тут еще у нас вот эта класснейшая карточка Родри. Действительно, очень классная. Гвардиола. Вот эту карточку я не помню, до скольки она качается. Слушайте, ну тут много еще и специальных карт. Причем очень много специальных. Или здесь все специальные карты. Ага. То есть здесь еще и здесь могут оказаться имбовые. Так, а ты специальная карта или обычная? Ты как сюда попал человек. Вот. На основном аккаунте я точно забираю их всех. Вот. Но вот Нистеллрой, Борези, Давидс, Симон, Диксон. Прям да. Ван Бюйтен. Да. Да. Этого основу можно спокойно ставить. Вы париться не будете. Остальные, ну таки. Постолько, поскольку. Да. Дарина Маконю в зубы не смотрят. Поэтому забираем и хорошо. Забираем и хорошо. Давайте. Раз начали уже смесь. Здесь у меня всего лишь 7 круток. Я вам говорил много раз, что на пока я практически не играю. Так, здесь у меня эпика не будет, судя по всему. Ну, простите. Поэтому здесь круток так мало. На мобилке я заберу их всех. Просто можно будет интересно провести эксперимент. А за сколько круток выпадут все эпики? То есть смогу ли я забрать всех меньше чем, там, не знаю, за 90, например? Ну, посмотрим, посмотрим. Настроение записывать видео у меня сейчас есть. Но при том, что старт новой части, вы сами понимаете, сколько всего придется записать. Поэтому хрен его знает. Настроение это есть? Хватит ли времени на это все дело? Так. Счет пока мне ни одного не выпадает. Ни одного, ни одного. Кстати, с тренером получается Борезе 103, Нистурой 103, Давид 102. Блин, ну Давид, Давид метовый просто, дико метовый. Он выжигает центр поля. И я понимаю, что сейчас, представьте, очень у многих игроков, которые пришли с предыдущей части, эти игроки будут в составах. То есть, хорошо, что они у тебя есть. Нехорошо, что они будут у противника, и тебе с ними еще и придется бороться каким-то образом. Ну, что поделать, что поделать. Так, ну и последняя попытка. Что, одного хотя бы эпика мне здесь дадут? Нет? Нет, не дадут мне здесь ни одного эпика. Вот так вот. Дали тебе месси, хватит с тебя. Номиналочки. Номиналочки, номиналочки. Витинья 95, Штеггин 95. Номиналки, в принципе, я уже смотрел, естественно, в Телеграме, опубликовал. Неплохие. Ну, вполне неплохо. Стоунса можно взять под, этот, минимум четыре таких известных клуба, да. Стоунс, этот чувак из Челси, Витинья, Штеггин. Уже неплохо, уже неплохо. Семеду, кстати, который когда-то в Барселоне играл, ну да. Особо и порадоваться нечему, но особо и поругать, в принципе, не за что. Номинальные контракты Джейлиги, понятно, хрен с ним. Номинальные лиги турецкой Джека. Опять же, кто давно смотрит твой канал, ставь лайк за Джека. Джека это, Джека это легенда. Джека это легенда. Ну и бразильская лига. Остается у нас команда неделя. И, в принципе, все. Значит, акробатическое завершение. У нас у Димарка дополнительный навык. И у Райса пас в одно касание. Плюс Крироа карточка. 96-я, но это же под усилителем, естественно. То есть, с тренером номинально будем 100. Значит, смотрим. Есть у нас карточки в команде недели с усилителем, но нет тех, которым можно добавить дополнительный усилитель. В принципе, так и предполагалось. Навыки, как вы знаете, в команде недели тоже добавить будет нельзя. При этом Мусяла аж 96-й, да, причем без усилителя. То есть, видим соточку. Райс 96-й, видим соточку с тренером. Слушайте, команда недели-то неплохая. Да, они от сборных, кстати, им-то. Но клуб им прописывается, клуб им прописывается, поэтому претензий особо никаких. У Мусялы, конечно, обычная физформа, что не слишком хорошо, но вот стиль атакующий полузащитник, что очень даже хорошо. Наверное, на АПЗ его и стоит наигрывать, и, возможно, на АПЗ он будет больше. Суперзамена, кстати, еще есть. Слушайте, по команде недели вполне, по команде недели вполне. Криро у нас вот таким усилителем. Ну да, умение атаковать дичайшая, реализация дичайшая. Бегать уже он особо не будет. При этом удар, обычная физформа. Ну, здесь понятно, здесь понятно, команда недели с ними мы знакомы. И, в принципе, здесь обсуждать нечего. И того, что мы имеем на старте. Хорошие наборы, в принципе, с Месси и Неймаром. Ну, с Месси будет явно получше. Ивенты, все те же самые, которые и были. Ну и халявные паки с Эпиками, если у вас оставались эти продления контрактов, конечно, да. Плюс, да, новые игроки за круг почета. Изменилось ли что-то в матчах, ребят? Здесь буду наигрывать, тем более нужно подписать обзор на Месси. А значит, по матчам в обзоре на Месси тоже смогу немало чего сказать. Ну и, конечно же, проходим эту начальную кампанию. Здесь можно получить 7 тапков, 7, собственно, добавлений этих бустеров, 300 монет. И потом еще и 2 крутки Барселоны, 2 крутки Баварии, ну и так далее, и 150 монет еще. Обязательно проходим. И все это дело забираем. Итого, вот такой вот первый взгляд на то, что нам добавили в Ефутбол 20-25. Я надеюсь, вы соскучились. Я, в принципе, отдохнул, у меня давно видео не выходили. Так что, беремся за работой, беремся за работой. Хороших вам матчей. Ну а я пошел покупать Месси на мобилке, дописать обзор. На этом прощаюсь. Спасибо, что смотрели видео, это длинное получилось. С вами был Морж. До новых встреч. Пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok